Девушки отдыхают Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Наталья Пославская. Сегодня в программе. В чем причина долгов управляющих компаний за потребленный газ? День памяти первого городского головы Виссариона Мышкина. Заседание Азовской городской думы. Место отдела культуры города Азова будет создан в Департамент социального развития. Об этом сегодня сообщили на очередном заседании городской думы. Обо всех вопросах, которые обсуждали депутаты, вы узнаете завтра в программе Азов.Инфо в 19.30. Сегодня день рождения городского головы Азова Виссариона Мышкина. В память об этом заслуженном деятеле на месте разрушенной церкви Иоанна Предтечи прошел молебен. Нашим корреспондентам удалось встретиться с внучкой городского головы Лидией Архиповой. Сегодня на месте разрушенной церкви Иоанна Предтечи прошел молебен, посвященный 150-летию со дня рождения городского головы Виссариона Мышкина. За время правления Виссариона Мышкина в Азове были построены железная дорога, парк, школы, мостовые, телефонная связь и газовое освещение. Поставить своему главе памяти, достойной памяти, чтобы увековечить его имя и предки, и потомки, знали все. Просто заслуженно. Потому что тот народ, который не помнит своей истории, он оборчен на вымирание. После смерти Виссариона Мышкина в городе был объявлен трехдневный траур. Последний путь городского голову провожал весь город. Его тело несли на руках от родного дома, расположенного на окраине по улице Октябрьской, до кладбища. Пока человек жив, его не так вот ценят, как только он уходит, сразу ощущается огромная потеря. Школы были, ну как, на три дня закрыты. Как мне один делился воспоминаниями, Витюк Андроник Никифорович, говорил, стоял сплошной вой в городе. А внучка Виссариона Мышкина Лидия Архипова хранит семейные фотографии, которые чудом уцелели после Великой Отечественной войны, благодаря друзьям и знакомым. Благодаря моего дедушке был выстроен вокзал, это потом еще что-то какое-то, еще что-то такое забыла уже, но знаю хорошо, что вокзал, еще что-то такое. Ну, потому что они были родные братья. Вот так. Это я знаю хорошо. Семейный альбом был уничтожен во время военных действий. Родственники Лидии Архиповой пытались спрятать реликвию, организовали подземный тайник, но он был разрушен боевым снарядом. Память, которую хранит в своем сердце внучка городского головы, дороже любых фотографий и других свидетельств жизни Виссариона Мышкина. Очень грустно, что до сих пор не обозначено это место. Здесь собака выгуливает. Ну, я думаю, все станет на свое место. Этот человек заслуживает памятника. Алиса Слынько, Игорь Скуднов, Людмила Улейхина, Азов.Инфо. Сегодня в очередной раз мэр города Сергей Бездольный посетил городскую баню. Работы по-прежнему ведутся с отставанием от графика. Подрядчик объясняет проблему отсутствием финансирования. Однако, по официальным данным, информация не соответствует действительности. На счет строительной компании перечислен 1 миллион 800 тысяч рублей. Кроме того, котельная городской бани в числе семи объектов, которые отключены за долги перед Ростов-регион газом. До конца сентября ситуация должна измениться в лучшую сторону. По крайней мере, по прогнозам мэра Азова, задолженность перед поставщиком газа должна быть погашена до наступления следующего месяца. Сегодня в Азовской мэрии состоялось еженедельное совещание руководителей служб ЖКХ. Первый вопрос – отключение горячего водоснабжения. Работа семи котельных остановлена. Причина – долги перед Ростов-регион газом. За минувшую неделю в диспетчерской службе 05 поступило более 700 обращений по этому поводу. Не зря мы этот вопрос рассматриваем. Каждое совещание, я тут спрашиваю управляющие компании, платили, не платили, сколько. Это все результат вот этой неквалифицированной работы. И того, что мы не своевременно собираем деньги, отдаем деньги населению за тепловую энергию. В результате получаются такие вещи. Мы практически до сентября месяца могли удерживать ситуацию. В сентябре месяце у нас пошло увеличение задолженности по газу. Потому что мы ни в июле, ни в августе до конца график не выполнили, деньги не отдали. Пожалуйста, результат той работы, которую, в общем-то, некачественно проводят управляющие компании. Директор теплосети Владимир Лесняк озвучил суммы задолженностей управляющих компаний Азова. Управляющая компания ЖКХА общая задолженность на 1 сентября составляет 3 миллиона 800 тысяч. При плане 2,9 миллиона фактически заплатили 3,900. То есть оплатили больше, но это с учетом авансовых платежей по другим управляющим компаниям. Не в целом по холдингу, значит, оплата произведена, но имеется задолженность по отдельным управляющим компаниям, которая составляет 990 тысяч. До конца месяца им необходимо эту задолженность закрыть. По профилю компании Гарант общая задолженность 2,6 миллиона рублей. Это согласно решению арбитражного суда по передаче 5 домов. Значит, фактически, значит, при плане 1,9 миллиона фактически оплатили 580 тысяч, значит, отклонение 1,4 миллиона, общая задолженность 2 миллиона. Значит, они ссылаются на то, что правоящих компаний ЖКХА подали апелляцию, то есть эти деньги не признают. Сегодня, значит, будет апелляционный суд опять. Именно из-за несвоевременных платежей, финансовых споров между управляющими организациями и возникают талки. Мы открываем хвосты предыдущего отопительного сезона, потому что дома управления 3 миллиона мы с августа перенесли на сентябрь, они должны были в августе оплатить. Да, по ЖКХА 3,8 миллиона это должны были еще в августе оплатить, а мы сейчас перенесли, да и по гаранту 2,6. Собственно говоря, это те деньги, которые должны были поступать еще в августе, а мы сейчас не можем эти хвосты заплатить. Но слава богу, слава богу, сегодня и дома управления ЖКХ идут с опережением графика. Я надеюсь, что до конца месяца вы те объемы, которые положено, закройте. Здесь, в общем-то, небольшие средства остались, по сути дела. Ну, ЖКХ уже перекрыла, 3,9 заплатила вместо 3,8, выполнила график. Там немножко осталось дома управления, но по гаранту давайте, сегодня будет решение, я понимаю, определяйтесь тогда, закрывайте эти деньги до конца месяца. Исполняющий обязанности предприятия «Чистый город» Анатолий Рибакунь сообщил о том, что в результате экономии в размере 2,5 миллионов рублей, которая образовалась при проведении аукциона на ремонт дорог, будут выполнены дополнительные работы. Заасфальтировать планируется 5 подъездов к жилым дворам по улицам Степана Разина 5А, Севастопольской 27, Московской 30, Красногоровской 39 и Солнечному 81. Еще одна приятная новость – отлов бродячих собак. Эту задачу теперь будет выполнять предприятие из Азова, что должно сократить время вызовов. Прежде данными видами работ занимались ростовчане. Вызовы по заявкам происходили крайне редко. Еще один вопрос совещания – дорожные работы по переулку Красноармейскому. Наша редакция неоднократно рассказывала о необходимости благоустройства данной территории. При капремонте, в соответствии с проектом, были сделаны прямые углы поворота, что не позволяло машинам с улицы Мира заворачивать туда, в 11-й школе. Поэтому на этой неделе мы переставили бордюры и сделали радиусы поворота в соответствии со смитой. Сергей Бездольный подверг жесткой критике работу строителей гипермаркета по переулку Маяковского. Инвесторы не завершили срок коммунальной разрытия. Какие результаты? Они сейчас ведут разрытия, все это надо устранить. Я давал поручения. Какой результат, Сергей Ильич? Составленный протокол на обеспечении рассмотрен. Ростовского лица по Анастасии. По факту несвоевременного установления работы. А сроки установлены? А сроки у них просто больше. Нет, ну понятно, прошли. Так что мы теперь накажем и не будем никаких сроков? Я почему говорю? Вы в любом случае, чему наказываем, должны установить срок. Иначе мы что, наказали и забыли? И это все будет не восстановлено. Значит, вы определитесь и дайте мне срок. Значит, чтобы наказание, это не значит, что больше можно ничего не делать. Оценка санитарного состояния города за минувшую неделю также прозвучала на совещании в мэрии. Начальник муниципальной инспекции Сергей Тимошков сообщил, что все управляющие организации города Азова по-прежнему выполняют обязанности по уборке своих территорий на оценку удовлетворительно. По фактам нарушения правил благоустройства, руководители организации привлекаются к административной ответственности. В заключении совещания Сергей Бездольный потребовал от представителей подрядчика капитального ремонта дорог по улицам Павлова и Красногоровской нового графика окончания работ. До 1 октября, как планировалось, строители не успевают завершить ремонт. Анастасия Дичко, Александр Истомин, Людмила Увихина, Азов.Инфо. Сегодня редакция 5-го телеканала подводит итог расследования причины исчезновения объекта культурного наследия трактором «Универсал-2». В средствах массовой информации опубликованы сведения о том, что памятник, о судьбе которого в течение 10 лет ничего не было известно, все-таки существует. После двухнедельных попыток нашей редакции узнать у официальных лиц из отдела культуры города, Азовского музея-заповедника и других ведомств и организаций, имеющих отношение к этой малоприятной и запутанной истории, на одном из местных телеканалов появились снимки памятника на территории предприятия «Беларусь-Юг-Сервис». Материал был предоставлен любителям. Является ли он архивным или нет, неизвестно. Вопросов только прибавилось. По-прежнему нет ни одного официального документа, согласно которому трактор «Универсал-2» оказался на территории частного предприятия. Почему принято такое решение? И действительно ли это тот памятник, который обозначен в реестре? Брат-близнец «Универсала-2» находится в поселке городского типа Старобешево Донской области. Памятник, установленный в музее, является одним из главных символов Украины. Представители бывшей союзной республики уверены, что в ситуации, которая произошла в Азове, необходимо разбираться в прокуратуре. Брат-близнец трактора «Универсал-2» находится на Украине в поселке городского типа Старобешево Донецкой области. Старобешево – родина легендарной участницы стахановского движения трактористки Паши Ангелиной. Просковья работала и на «Универсале-2». Памятник, установленный на территории музея, поселка. Памятник, мемориальный комплекс и мемориальный музей Паши Ангелиной в городе Старобешево находится в 1966 году. Открылся он официально 1 июня. Это достопримечательность Украины, которая гордится, тщательно охраняет этот памятник. На «Универсале» охраняется памятник именно правду. Он постоянно, скажем так, содержится в хорошем состоянии, подкашивается постоянно. Есть группа, закрепленная из наших активистов, которые смотрят, чтобы ничего с ним не произошло. К памятному знаку ежедневно совершается большое количество экскурсий. «Универсал-2» для украинцев – это больше, чем памятник. Если малейшее какое-то попознавение в сторону памяти этого памятника или музея, мемориального, то, естественно, мы будем поднимать народ. Я понимаю, дело в том, что это будет не столько даже наши какие-то действия, это будет действие жителей города и Старобешева, жителей близлежащих сел. Состояние, в котором находится памятник, более чем удовлетворительное. Если я про война, если завтра в поход, то он готов практически, и его с постоянным там можно смыть. Историю азовского близнеца «Универсала-2», которая в течение 10 последних лет представляет собой малопонятную цепь событий, можно объяснить только так. Заинтересованности в том, чтобы памятник украшал наш город, у представителей власти нет. Наверное, для властей вещи, наверное, значимые. Может быть, они посчитали, что для вашего города это не столь значимо, хотя, понимаете, это говорит, что если вы, скажем, в малом интеллекте. Как трактор попал в частные руки? Почему нет официальных документов, подтверждающих это? А ведь речь идет об объекте регионального значения. Почему только после серии репортажей нашей редакции нынешние вершители судьбы «Универсала-2» заговорили о создании музея техники? И самое главное, тот ли это памятник, который был 10 лет назад снят с постамента? Брат-близнец из Украины был выпущен в довоенные годы. Приблизительная стоимость 100 миллионов рублей. И очень многие коллекционеры мечтают о такой технике. Объект, который находится на частной территории, значительно старше 52-го года выпуска. Анастасия Дичко, Игорь Скуднов, Азов.Инфо. Все вопросы, которые связаны с подлинностью памятника и историей его передачи, мы адресуем органам прокуратуры. Параллельная редакция направит запрос депутатам Государственной Думы. Алексей Скляров подвел свой итог расследования. В свою очередь мы, идя воодушевленные этим фактом единения граждан всех в поисках постановления исторической справедливости, в поисках этого замечательного экспоната и так далее, учредили вознаграждение в размере 30 серебряных как бы рублей и с удовольствием вручим им эти деньги нашим как бы коллегам. Полную версию выступления Алексея Склярова смотрите после Азов.Инфо. Мы же, в свою очередь, запускаем новое объявление в криминальной рубрике. Труба кирпичного завода. Объект культурного наследения. Регионального значения. Бесследно утрачен. Внимание! Разыскивается труба кирпичного завода, имеющая историческую ценность. Последний раз объект культурного наследия видели на территории кирпичного завода в 2012 году. Узнать информацию у собственников предприятия не удается. Есть сведения о том, что памятник разобрали на кирпичи для строительства жилья. Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении объекта культурного наследия регионального значения, позвоните по телефону 02-401-14 или в редакцию 5-го телеканала 6-15-54. В заключении программы традиционная рубрика «Встреча у макета». Может быть, погода помешала лазовчанам сегодня обсудить эскизы и макету с Пенской соборной церкви. Пришли только два человека. То, что я увидела, меня просто пройдя восхищена. Я восхищена, потому что я в последние годы была и за рубежом, и могу засвидетельствовать, даже я об этом написала, что я общалась с итальянцами довольно тесно. Они просто восхищены нашими православными храмами, и даже некоторые перемены внутренние, вот такие вот духовные происходят. То, что я увидела здесь, ну, я думаю, уже корректировке не подлежит. Это просто необыкновенно красиво. Я жительница города Азова, и мои все предки здесь прожили. И моя бабушка рассказывала за этот прекрасный храм. И она была свидетельницей, когда ее этот храм разрушали. И люди все плакали, когда разрушали этот храм. А моя свекровь, она, ее крестили в этом храме. У меня даже есть свидетельство моей свекрови о крещении. И там напечатан этот храм. Следующая встреча у Макета состоится 1 октября в 17 часов в библиотеке имени Крупской. Это все новости на сегодня. После прогноза погоды, Азов.Инфо расследование с Алексеем Скляровым и новости спорта. О матче «Зенит-Ростов», успехах наших гребцов и полуфинале Кубка Валерия Акацубы расскажет Александр Искорбов. До свидания. 25 сентября ожидается дождь. Температура воздуха днем плюс 11-12, ночью плюс 10, плюс 11 градусов. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Влажность воздуха 62%. Оровень воды в реке Дон на 92 сантиметра выше нормы. Температура воды в реке плюс 19 градусов. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА